Последние дни в Иудее и Самарии не так спокойно, как может показаться. Нет массовых арабских волнений, нет стрельбы, но убивают не только пули. На этом перекрестке совсем недавно были убиты израильтяне на его 10-месячный сын. Машину семьи Палмер из Кириат-Арбы забросали камнями. Водитель не справился с управлением и скатился в кювет. Сегодня на месте гибели Ошера и Янатана Пальмера поселенцы Иудеи провели митинг с требованием обеспечить гражданам Израиля безопасность. Это самый обычный террор, просто вместо автоматов и взрывчатки у них камни, которые... Вот, пожалуйста, посмотрите, вы можете найти этих камней тут. Очень легко бросить камни и убежать. Причем, согласно закону, даже если меня бросают камни, я не имею права реагировать никак. Я не имею права стрелять, я не имею права его задержать, я не имею права сделать ничего. Наши требования, чтобы армия и полиция просто здесь присутствовали, если они здесь находятся, потому что это их задача обсечить нашу безопасность. Наша задача при этом не брать закон в руки, что мы тоже можем сделать, если придется. Ушер и Йонатан Пальмеры стали жертвой новой тактики, которую арабские террористы начали применять на дорогах Иудеи и Самарии. Камнеметание из движущегося автомобиля. Так были ранены несколько жителей поселения Текоа. А вчера едва избежал гибели Равин Нагдим, поселение, где проживает Либерман, глава израильского МИДа. Так как камень летит из движущейся навстречу машины, удар очень сильный. Лобовое стекло было разбито в дребезги. Вы как-то связываете эти события с попыткой одностороннего проразглашения палестинской независимости? Конечно. Арабы чувствуют нашу неуверенность в том, что это наша земля и используют возможность ударить по евреям, проявляющим слабость. Как кажется, сказал прошлый министр обороны США Макнамара, если ты чувствуешь себя овцой, не удивляйся, если волк захочет тебя съесть. В эпицентре митинга оказались палестинские машины, застрявшие на заблокированном демонстрантами шоссе. Но максимум, что они потеряли, это время. Арабы-палестинской автономии ездят по тем же дорогам, что и евреи, но без риска для жизни. Поселенцы и депутаты Кнессета от правых партий требуют навести порядок в Иудее и Самарии. По их мнению, чрезмерная односторонняя приверженность Израиля каждой букве договора «Осла» ограничивает на территориях Иудеи и Самарии возможности цагалой полиции и подвергает граждан смертельной опасности. Правительство Кнессет, господа, наконец разберитесь, что здесь происходит. Решите что-нибудь и хоть как-то приведите все это в порядок. Элла Казакова, Гидун Дубинский. Специально для Артен. Иудея. Израиль.